Встреча Николая Токаря с делегацией Хмельницкой области прошла в стенах Брестского облсполкома. В своем приветственном обращении первый заместитель губернатора отметил, прогрессивное инвестиционное белорусское законодательство должно во многом определить новую ступень деловых отношений Брестского региона и Хмельницкого края. Конечно, деловые и экономические связи уже сегодня подкреплены договорами и соглашениями, о которых свидетельствуют показатели экспорта и импорта. Однако диалог должен стать еще более открытым и насыщенным. Импорт из Хмельницкой области составил 2,7 миллиона долларов. Импортируем больше всего, и основную львиную долю это масличные семена, масличные культуры, соевые бобы, соль, химические нити, тканы, ковры, прочий текстиль. Но в основном вот белковый сырье, который нам необходим для развития животного области. Таким образом мы можем говорить о том, что на сегодняшний день наши предприятия сотрудничают и будем надеяться, что по итогам текущего года мы выйдем на более высокие показатели, по товарообороту, чем в прошедшем году. Структура экспорта также представлена широко, однако, к сожалению, не настолько. Сегодня Брестский регион поставляет в Хмельницкую область в своем большинстве технику, машины и оборудование. Как новый виток развития взаимоотношений, представители Брещины и Хмельницкой области видят в развитии совместных предприятий, в частности в производстве и заготовке продуктов питания, в строительстве с упором на сельское хозяйство. Мы готовы работать с вами, предложить технологии сегодня в развитии молочного скотоводства, в строительстве, даже в строительстве новых объектов, если вас заинтересует. Они нас встретили очень хорошо сегодня, научились уже строить свиноводческие комплексы, молочно-товарные фермы, хорошие, эффективные, недорогие сравнительно. Мы готовы эти услуги вам оказывать. Мы сегодня работаем по этому направлению в ряде регионов Российской Федерации. Мы открыты, мы готовы и ваши предложения выслушать, готовы от вас, инвесторов, видеть в развитии создания совместных предприятий. У нас есть ряда объектов, которые хотелось бы действительно поработать совместно, может быть, по переработке овощей. За несколько дней визита представители делегаций Хмельницкой области смогли посетить ряд районов Брещины, ознакомиться с потенциалом отдельных предприятий и организаций. Однако, особенно украинских коллег заинтересовал опыт развития социальной сферы на селе, в частности, партнерские отношения государства и крупных предприятий при создании инфраструктуры, поддержании и содержании социальных объектов. У нас существуют такие, скажем так, социальные договора с сельскими советами, с территориальными громадами, о, скажем так, представлении финансовой помощи на развитии сельской территории, определенного сельского совета. Но это, скажем так, не прямые обязанности его и так дальше. Значит, вот этот вопрос нам немножко надо, ваш опыт, значит, соединить с нашим, то, что у нас есть, и получится хороший гибридный подход к финансированию данных вопросов.